Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 июня 2017 года, четверг, по одному из старинных, 18 день, месяц ветров, 7525 лета, вторник. Кто отмечает праздники по этому древнему Каледыдару, тех я поздравляю с Днём Мудрости Будха. А мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Общие рассуждения о спасе». Спас духовный, воинский, обережный. И автор-сказитель Сергей Дёмин. Здравия тебе, Сергей! Здравия, Алексей! Здравия радиослушателей Славянского радио! Я хотел бы в начале нашей беседы поблагодарить Алексея за приглашение, за предоставленную возможность в эфире рассказать о том, что такое спас, и в меру своего понимания, и в меру своего ощущения и общего состояния поделиться с вами теми проявлениями понимания мира как мира и мира в человеке, для того, чтобы, может быть, кто-то из вас вспомнил после нашей программы о своих предках, о своих родственниках, о родителях, и выразил им свою благодарность и чувство любви. Хорошее начало. Душевно. Так, ну что ж, давай тогда начнём, наверное, вот с чего. И раз у нас общие рассуждения о спасе, давай с общего и начнём. Что же есть такое спас в твоём, как ты говоришь, представлении? Да, для того, чтобы нам начать и войти в поток общего рассуждения, нам нужно неким образом перестроить своё ось приятия или восприятие и в целом настроиться на то душевное состояние, на тот душевный лад, который через неспешные повествования и размышления о роли мира в жизни человека и о человеке в жизни всемирия привёл бы нас к некому душевному, благостному расположению для того, чтобы войти совсем в другой мир. Из нашего обычного, обыденного мира, который живёт по законам обыденности, обычаи, суетности и привычного понимания всего, что происходит вокруг нас, войти в мир волшебства, чуда, волшебной сказки и превратиться самим как в сказочников, сказителей, так и в исполнителей различных ролей в этих сказках. А для того, чтобы перестроить в какой-то степени наше миропонимание, потому что разговор сегодня в нашем общем рассуждении вначале пойдёт о миропонимании, того, как это виделось в Спасе, я хотел бы объяснить вам, насколько сложной задачей сегодня предстоит передо мной, потому что у нас в Спасе многое делалось совсем не так, как это делается сегодня человеком обычаи. И в Спасе у нас пришлым, чужим людям говорили о том, что вы должны либо играть по нашим правилам, либо же вы просто живите своей жизнью, потому что у нас в Спасе руками ходят, а ногами берут. Вот примерно с такой начальной присказки я, наверное, хотел бы начать наше общее рассуждение о Спасе для того, чтобы выстроить определённую канву нашего повествования и начать постепенно, не спеша, уходить от той суетности, от той внутренней, скажем так, постоянной спешности сегодняшнего современного человека в постижении вообще чего-либо. Хорошая присказка. Ну раз хотел, давай начинать. Я только за. Ты, наверное, хотел присказкой заинтриговать и напрашивался, набивался на вопрос, а что же такое интересное сказал? Почему именно ногами-то берут, руками ходят? Да, а это объясняется очень просто. Объясняется это тем, что иногда мы проходим мимо обычных вещей, не замечая их волшебства и чуда. Мы воспринимаем или воспринимаем мир через определённую сетку, наброшенную на наше сознание, которая сформировалась с детских лет, с периода нашего взросления и прохождения по возрастным вежам, в том, как должен быть устроен мир. А поскольку мы все живём во времена атеистического мировосприятия, несмотря на то, что мы сегодня начинаем двигаться к постижению и других форм сознания, то большая часть наших знаний находится в поле науки, которая однажды объяснила нам, как нам жить, по каким законам нам себя двигать по этой жизни и на что нам опираться в своих собственных знаниях. Наука наша, Спасовская, она называлась хитрой наукой. И хитрая она была потому, что всё, что текло к нам из мира, оно текло через постоянные обновления. И для того, чтобы воспринимать это в рамках своего постижения и в рамках расширения своего понятия этого мира, нужно было всё время находиться на острие восприятия этого мира, видеть и замечать малейшее его передвижение, малейшие тонкости и нюансы, его перестроение, его глубинное какое-то переформатирование, как сегодня говорят. И всё время находиться внутри этой жизни, быть постоянно на гребне жизненной волны, находиться в новизне, всё время обновлять своё осьприятия через обогащение, обучение и расширение своего понимания, что есть мир, что есть я в этом мире и что есть наше общее «я» как мир и мир как «я». И тогда в наше мировосприятие выходило как раз на солнышко, на заре осознание того, что «я» и есть этот мир. Внутри это проявляется как наше божественное «я», которое вбирает в себя всё сущее и которое через это сущее постигает свою собственную природу. И эта собственная природа раскрывалась через моё отношение к этому миру. У нас в традиции говорилось о том, что существует три мира. Мир большой или общий мир, как всемирье или же всё созданное сущее творцом. Мир общества — это мир, мир, в котором я открываю для себя новые возможности и формы постижения, бытия, жизненного уклада и традиционного ощущения своей роли в этом обществе. И мир как «я» или «я» как всё сущее, которое отражает в себе человеческое восприятие того, каким я должен быть, что я должен сделать в этой жизни, как мне выйти на своё собственное предназначение и каким образом я могу это сделать через правильное восприятие всего сущего. И теперь мы выходим уже на разговор о миропонимании, без которого не существует ни одного человека, потому что миропонимание даёт и дарит нам возможность соприкоснуться с огромным миром жизни. Эта жизнь проявляется и является нам в различных мирах сознания и в различных твёрдых проявлениях этих миров в нашей жизни. Мы как тело тверды, и это мир материальный. А как мир душевный мы более прозрачны, мы становимся более светлыми, более волнительными, более тонкими в своей собственной организации. И эти два мира ведут нас к нашему духу, к тому, что и есть выражение нашего «я» на этой земле. Всё это пропуская через дух, мы идём по стёжке возрастания своих собственных сил и начинаем одухотворять свой собственный дух через постижение и расширение собственного понимания того, что нас окружает, что нас может обоготворить и превратить нас в Бога-человека. И это как раз путь Спаса, который говорил нам о том, что мы приходим сюда богообразными, а уйти отсюда должны богоподобными. Это та стёжка-дорожка, это тот путь к русскому богатырству, который давал духовные знания того, как преломить в себе животную природу и сотворить из себя природу божественную. Это то главное духовное наследие, которое пронёс русский народ в течение огромного количества тысячелетий, соединив в себе два вероисповедания, два миропонимания, это мир ведический и мир православный христианский, в том его понимании, в котором православие, в котором оно сегодня принято каким-то образом в обществе заявляться. И вот эта дорога к тому, чтобы стать настоящим, божественным «я», она как раз и есть та духовная основа этого спаса в нашей традиции. Миропонимание соединяет в нас три реки времени. Одна река Всемирия — это Млечный Путь, это поток звёздной жизни, которая когда-то была нашим домом. Она и сегодня остаётся нашим домом в нашем сердце, в нашем сознании и в наших чувствах. Стоит нам только закрыть глаза и начать вспоминать о своём прошлом. У многих людей, которые имеют или обладают даром воспоминаний своих предыдущих воплощений или же каких-то отдельных его эпизодов, часто возникают такие картины. Они бывают совершенно разные, и мы все по-разному к ним относимся, но эти картины являются предметом и причиной с нашего детства, нашей мечты. Ибо наша мечта формируется ещё и с того прошлого, которое мы когда-то проживали и которое стало основой сегодняшнего нашего жизнеутверждения, как только мы появились на свет и стали маленькими человеками. И нашей задачей постепенно взрослее и становясь из маленького человека большим человеком, из маленьких своих чувств перерастать в большие чувства к этому миру и отдавать эти чувства по мере взросления и возмужания своего, как это своё «я», отдавать их миру для того, чтобы преукрашать, преображать, расширять и улучшать все три мира, о которых я говорю. Наше миропонимание говорит о том, что эти миры связаны с вилей или верёвкой, или вербик, которая проходит как река жизни по всем эпизодам жизни человека. Она свивает его желания, его охоту жить, его размышления над жизнью, его поступки и мысли в единое целое, сплетая его вверх света или в тот божественный поток света, который исходит от небес, от нашего Отца Небесного и от его проявления в солнечном лике. И этот божественный поток наделяет всё сущие силы любви и силы жизни. И в нашей традиции говорилось о том, что всё мироздание устроено через кола, и кола является неким символом, оформляющим или способным оформить наше понимание и восприятие в некую целостную основу того, как мы можем постичь всё сущее. И у нас говорилось о том, что существует разная и кола, разные круги, существует круг жизни, существует круг знаний, существует круг силы, существует круг всеобъемлющей любви. При этом все эти круги с каждым периодом, а у нас говорили с вехами жизни, должен человеком постоянно обновляться для того, чтобы он возрастал в своих силах через усилия и желание быть полезным этому миру. Это желание быть полезным миру приходит когда-то однажды к человеку, если он, проходя свои жизненные вехи, правильным образом строит своё ось приятия. И когда он напитывает свою ось или кабаржину, или, как у нас говорят, хребет, хребтину, существует много различных определений, напитывает ось света, его позвоночник или хребет начинает звенеть. Он звенит и впитывает в себя звон или музыку сфер, или звон божественных скрижалей Творца Небесного. Вот этот звон, очищая сердце, готовя наше сердце к тому, чтобы оно стало престолом для Отца Небесного, а в нашей традиции говорилось о том, что Отец Небесный в любой момент может нас посетить. И если в нашем сердце не стоит престол для его посещения, то он может пройти мимо и нас не заметить. И поэтому, когда нас спрашивали, любим ли мы, верим ли мы, знаем ли мы Бога, мы отвечали очень простой фразой, что мы понимаем это знание как выражение «Бог во мне, а я в Боге». И это есть моё состояние высшего «Я», который через это преображение, через преображение Божественного Света, через преображение Великой Любви начинает напитывать суть человека тем главным, основным содержанием жизни, которое потом, впоследствии позволяет ему двигаться и раскрывать себя в своём собственном предназначении. Значит, это значит быть кем-то, кто нужен и полезен миру. И поэтому мы проходили различные этапы взросления и созревания души, от её молотки до умудрённого старика. Эти веки жизни через правильное миропонимание формировали в нас правильное отношение или отражение к жизни всего окружающего. И в нашем миропонимании, в нашей традиции всё живо, потому что всемирие напитано живой, несущей в коромыслах богини Ладой и отдающей через божественный свет этой земле и всем своим детям или людям, живущим на земле. Ну вот примерно такие, скажем так, реминесценции в начале нашего разговора я хотел бы заявить, начиная разговор о миропонимании. Хорошо. Здесь реплика поступила от Бабая в эфир. Наверное, стоит просто перевести слово «Спас» по буквице на современный язык. Существовало несколько пониманий того, что такое «Спас». Есть понимание того, что «Спас» — это некое спасение нашей души от тёмного мира с его мирскими грехами, с его мирскими искушениями, спасение и прохождение его через путь очищения и чистоты. В унинской нашей науке говорилось о том, что спастись это значит выжить, потому что казаки они не умирали, их не убивали, они просто не спаслись, они не смогли уйти от какой-то пули или от клинка. И это было толкование среди казаков, которым спас, давал возможность выживания или спасения своего тела для защиты рода, земли, народа и отечества. Что касается буквицы, то здесь я тебе скажу сразу, буквицы я занялся совсем недавно и в этом совсем не силён. Но думаю, что толкование по буквице будет, наверное, намного более ёмким и объёмным, чем то определение, которое я дал сейчас. Понятно. Так, хорошо. Давай теперь вот о чём поговорим. Итак, спас у многих людей ассоциируется с какими-то чуть ли не волшебными действиями людей, которые им владеют. И есть такое ещё направление характерники, которые тоже относят к спасу, но кто-то говорит, что нет, это просто другое название, кто-то говорит, нет, это совершенно другое направление. Но так или иначе, и кто называет себя характерниками, кто себя относит к спасу, если они не просто себя так называют, а умеют действовать в спасе, находиться в нём, в этом состоянии, то показывают чудеса. Чудеса не пробивания себя какими-то острыми предметами, уворачивания от чего-то такого быстро движущегося на них переведения энергии, силы, а кто-то даже и бесконтактным, так сказать, боем владеет. Вот давайте моменты разберём, в чём же отличие или сходство спаса и характерничества, какие виды спаса и характерничества тебе известны и насколько, скажем так, применимы в современном нашем мире такие методы взаимодействия как бесконтактный бой, потому что об этом совершенно очень много совершенно разной информации. Ну, эти размышления немножечко нас отводят пока от заявленного миропонимания, но тогда я постараюсь пробросить мостик от миропонимания к тому, о чём мы будем в дальнейшем говорить. Хорошо, давай пробросим. Мостик мостик этот, он уже заявлен, и мы говорим о том, что наши способности и наши, скажем так, наши возможности, они кроются в соединении, в соединении постоянного взаимодействия с миром. И восприятие мира не только через наши проявленные органы чувств, но и некие тонкие ощущения и тонкие чувства, которые идут от сердца и которые идут от наших душевных побуждений. Когда мы начинаем прислушиваться к тому, что говорит нам сердце и что нам рассказывает наша собственная душа, тогда границы нашего ось приятия кратно повышаются. И мы начинаем впитывать себя в мир не только через призму своих ценностей убеждений и взглядов сформированных нашим воспитанием, образованием и общиной или обществом, в котором мы живем, но и позволяет становиться неким зеркалом, отражением мира, который дает нам различного рода через свой язык и через события сигналы того, как он к нам относится. И это отношение может определять дальнейшее наше собственное развитие и движение к постижению более тонких проявлений этого мира. Мы говорим о том, что у нас существует полевая природа мира, мы говорим о магнитных полях, электромагнитных полях Земли. Вся эта природа является отражением того же самого человека, у которого тоже есть, скажем так, полевая природа и, как ее сегодня называют, тонкими телами, которые окружают человека. В нашей традиции никто никогда не называл это тонкими телами, а просто говорил о рубахах души. Рубах души у человека от 9 до 12 в зависимости от его состояния созревания души. И, например, есть такая рубаха, как рубаха боли или рубаха блаженства. Есть так называемая кирия, некая невидимая сеточка, которая удерживает наши внутренние органы в том правильном расположении, в котором они должны находиться. Если эта кирия повреждается с помощью напряжений и внутренних натяжений человека, то тогда наши органы начинают смещаться, возникают предпосылки к различным родам заболеваниям и многому другому. Что касается рубахи боли, то наша задача как раз из рубахи боли перейти в рубаху блаженства. Наша рубаха боли формируется с детских лет, когда мы начинаем сталкиваться с этим миром как нечто плотным, материальным. И это постижение начинается с познания нами боли. Эта боль постепенно накапливается и она начинает разветвляться в человеке различными стёжками, когда она уже бывает не только физической, но и душевной, но и духовной. Отсюда возникают различные заболевания идущие, приходящие в гости по этим стёжкам. Есть заболевания телесные, есть душевные, есть духовные. И все эти заболевания имеют одну единственную природу. Это несоответствие восприятия человека тому естественному жизненному потоку, который несёт мир и проявляет этот жизненный поток в его бытие. так вот казахи характерники это как раз те люди, которые соединяли в себе все эти потоки и через открытое сердце, потому что у нас в отличие от различного рода, если мы начали разговор о казахах характерниках, от различного рода воинских практик или каких-то систем, это очень такое модное слово сейчас система, конечно, оно мне непонятно, структура, система и многие другие, я стараюсь его как-то не использовать в общении с людьми, которым я хочу донести что-то о спасе, но так или иначе эти слова употребляются или школы воинских каких-то единоборств или искусств в нашей традиции и школ то в общем-то не было никаких, а как раз говорилось о том, что спас начинается с открытия сердца, и раньше когда не было же таких умных людей, как сегодня с высшим образованием, с двумя высшими образованиями, а если учитывать, что сегодня человек вообще приобретает совсем другую скажем так форму среды соединения и взаимодействия с миром и вместо чувственно-сердечного человека он преобразуется и превращается в такого бесчувственно-информационного человека, то открытие сердца для многих сегодня становится непреодолимым барьером, пока жизнь его так хорошенечко не тряхнет, и не поставит на место и не покажет ему, что так жить не надо, не следует, иначе ты так и не выберешься из своей недоли, из своей сети нети или страданий и не поймешь для чего ты родился здесь, родной, что же от тебя требует сегодня мир, что он тебе готовит, какое место он тебе бережет, и он тебе все время подсказывает, что может быть тебе не нужно двигаться алчущим взором в сторону чужого места и пытаться его для себя как-то прихватить и присвоить, а найти все-таки в своем сердце ответ на главный вопрос, кто я, для чего я живу, для чего я предназначен, для чего мне необходимы эти жизненные силы, почему мне с рождения далась эта охота жить, и почему я через какое-то время растратил в себе понимание этих сил и отдал их на чужую сторону. Если мы говорим о характерниках, начинаем разговоры о Казаках характерниках, то здесь нужно сказать о том, что те чудеса и те сказочные волшебные способности, о которых сегодня принято заявлять, они ведь возрастали не на пустом месте, и они же не появлялись в человеке с бухты барахты, и они же не приходили только с некими обрядами и посвящениями, и, как сейчас говорят, магическими ритуалами, которые перерождали природу того или иного человека, ставшего казаком характерника. Казак характерник с рождения и до смерти жил в усилии, он трудился, постоянно трудился, он пребывал в труде, в воинском труде, родовом труде, в своем личном, собственном труде по возрастанию своей души, и поэтому он через усилие, постоянные усилия приобретал силы и начинал взаимодействовать с силами мира, в которых, например, существуют различные природные стихии, духи, ангелы, там, скажем, порубежники, защитники, ну и многие другие силы, которые знали и знают в нашей традиции. Например, казак характерник для того, чтобы обрести себе защитника и получить имя, 40 дней к ряду ходил в навный мир. А поскольку миры делятся явный, навный и правный в нашей традиции, и всё это вообще-то единосущное, единоцелое всемирье, которое проникает и протекает друг в друга и становится единым целым, это мы сегодня разделились на части, и человек потерял свою целостность. А раньше люди были целостными, жили в цельности или в целокупности, или в целомудренности. Отсюда наши девы были целомудренными, и это было великой святостью и основным чинопочитанием нашей традиции, потому что это сохраняло цельность или постоянное взаимодействие с Отцом Небесным. Так вот, растрата этой цельности и не позволяет нам сегодня накопить в себе те силы и усилить свой дух до такой степени, когда мы можем овладевать силами природы, когда мы можем разговаривать и повелевать нашими защитниками, когда мы в состоянии отвечать за те проявления, скажем, влияния на природу, изменяя погоду и там проходя через карманы времени и пространства на какое-то определенное расстояние, там называли это скороходкой или по-другому, много есть таких названий, казах характерник через эти усилия так как раз возрастал и приобретал эти способности. А поскольку природа его обновлялась и очищалась, он становился магом или ведуном, а человек становится магом по мере накопления житийской, обыденной и ведовской мудрости. И когда такой человек становился магом, волховцом, волшебником, волхвом, то в общем-то и природные законы или законы всемирья, которые всегда существовали и всегда будут существовать, они открывались этими самыми природными силами для человека, с которыми он мог взаимодействовать. И многое неявное, что существует в НАВИ могло проявиться, когда казах-характерник становился на межу между мирами Яви и НАВИ и через определенные практики трансформировал, как сейчас говорят, различные явления мира в определенные формы. Поэтому когда мне задают вопросы о тех чудесах и тех поверьях, которые дошли до нас якобы из глубины веков, я всегда на такие вопросы отвечаю, что ничто человеку не дается даром и за все он платит. Так вот, казах-характерник иногда платил тем, что брал на себя обет безбрачия и отказывался от всех мирских утех и благ только для того, чтобы сохранять ведовское знание и оберегать роды от напастей, искушений и утрате той самой святости и чистоты, той целомудренности и целокупности, которая дает и позволяет человеку двигаться по различным мирам, собирать силу этих миров и через эту силу формировать в явном мире некие, скажем, превращения и трансформации того, что для обычного человека кажется чудом. А что касается какой-то тонкой работы в спасе, потому что у нас нет такого понятия бесконтактной или, как сейчас иногда уже говорят, удаленные воздействия на человека, тонкие работы спаса, они предназначались прежде всего на этапах собирания волхарской силы для взращивания в себе новых свойств, состояний, способностей и качеств. И когда природа человека утончалась, он приобретал уже дополнительно к пяти органам чувств и той казачьей чуйки, которая начинала формироваться в нём или пилась с детских лет, он приобретал ещё и духовные мочи и душевные видения, в нём открывалось сердце, в нём начинали течь благозвучно и благолепно токи жизни, в нём открывались те картины нави, которые спрятаны от обычного человека, и всё это постепенно оформлялось в некие новые состояния духа и души и тела человека. И эти новые состояния и позволяли творить казакам-характерникам вот то, о чём сегодня говорится, как чудеса. Что касается тонких работ Спаса, то там существует несколько этапов. Есть этап, когда человек через тонкие работы Спаса постигает свою собственную природу и начинает рассматривать в себе как чистоту, так и не чистоту того, что он накопил за долгие годы своей суетной жизни. И в большей степени тонкие работы Спаса призваны очистить человека от той дури в сознании, в мышлении, от той накипевшей злобы в сердце, от тех закрытых или, как у нас говорили, остывших чувств, которые человек спрятал в себе из-за той душевной и телесной боли, накопившейся в нём когда-то, вот эти тонкие работы Спаса были призваны вывести человека на новый уровень восприятия и понимания законов жизни, законов природы, законов всемирия и в целом законов всего сущего, что нас окружает вокруг. Вот я бы так ответил на этот вопрос. А вторая часть тонких работ Спаса уходит уже в прикладную направленность, поскольку казаки-характерники всегда были родовыми воинами, обережниками, пограничниками, защитниками Отечества и профессиональными, как сейчас говорят, военными, то, конечно же, все навыки, которые они, скажем так, располагают для созревания своей души, для возрастания своего собственного духа, они использовали, конечно же, и в целях, когда необходимо было воевать, сражаться и каким-то образом побеждать на полях битв и сражений. Вот пример так. Хорошо. Ну так у нас вторая часть названия эфира «Спас духовный воинский обережный». Потихонечку ты уже касаешься этих моментов. Может быть, тогда уже начнем расшифровывать, или какая-то у тебя заготовка есть еще по общим рассуждениям о «Спасе»? Я бы все-таки хотел вернуться к общим рассуждениям о «Спасе», потому что говоря о воинском обережном «Спасе» и лечейном «Спасе», мы должны говорить в целом о «Спасе», потому что это все едино, это общая кола, это только мы сегодня разделенные на части пытаемся все вначале через части познать, постичь, а потом уже познав части прийти к общему. У нас говорят, что наше воспитание и образование строится на таком постулате, когда мы двигаемся от простого к сложному, а у нас говорилось о том, что нужно двигаться от сложного к простому, потому что в сложном неистинное ведание, это наведенный морок, это чужое, скажем так, чужое мнение и чужое воздействие на душу и сознание того или иного человека. И поэтому я хотел бы поговорить в этих общих рассуждениях о спасе как о ведании простоты человеческой сути и природы, потому что я в тот приезд, например, в Москве, когда проводил семинар, мне посчастливилось уехать в Дивеево, у меня было желание такой душевной босичком, ножками по канавке пройти к Божьей Матери Богине Лады и прийти и посмотреть на мощи Серафима Саровского. Многие, наверное, знают, что он был сильным волхвом, ну и я хотел получить от него благословение на эту свою поездку, на семинар, и там я вспомнил об одном его изречении, которым он говорил о том, что там, где просто, там ангелов соста, а там, где мудрено, там ни одного. Это изречение глаголит о том, что мы сегодня стали слишком сложными, заумными и от этого очень важными и знающими людьми. С кем бы я сегодня на своих семинарах, беседах, встречах, на фестивалях в процессе каких-то бесед не говорил, все твердят одно, да мы это знаем, то, что вы говорите, мы знаем, мы это понимаем, все, что вы говорите, нам знакомо, а я же не сопротивляюсь, и я не противоречу людям, когда говорю о том, что вы это все знаете, но мало знать и понимать, ведь знание заключается в том, чтобы следовать или делать тому, что вы знаете, а поскольку сегодня человек, он имеет такую информационную пленку внешнюю, да, он такой всезнайка у нас, всеведущий в отношении накопления и отравления себя информацией, ненужной, лишней, избыточной и всевозможными от этого набродами, как у нас говорили, ума, когда многое кажется, многое пребывает в страхах, многое становится для человека ненужным и опасным, и он отказывается от этого знания, вот это все уводит его все дальше и дальше от простоты, которая в русской традиции, в русской культуре всегда считалась проявлением душевности, сердечности, искренности, благожелательности нашего русского человека. И вот об этом я хотел бы говорить, потому что в моем понимании природа спаса, она лежит там, в нашей исконной, истинной, человеческой простоте, которая ведет человека к просветлению, а потом в дальнейшем и к светлости, к святости. Отсюда, например, устоявшиеся корневые основы преобращения, предположим, в наших фильмах, которые мы смотрим на историческую тему, или же в наших произведениях и литературных каких-то повествованиях, ваша светлость или ваше благородие, или ваше высочество, ваше величество, это ведь не простые названия и определения сословного величия и достижения того или иного человека. Издревле как раз это и являлось основой нашей простоты. Исконь, испокон, покон. Откуда это все? Да это все оттуда. История. Потому что жили мы поконом или по общим, скажем так, общим правилам жизнедеятельности, жизнебытия, миротворения или мироздания или всемирия, как угодно это называете. И эти иконы обращались для нас поконами. У нас вот, например, в традиции при воспитании характерника существует ряд поконов. Есть, например, покон огня или перуна. Он отвечает у нас за осознанность, за то, чтобы человек расставил свою болтушку в голове и привел себя в тишину, в умственную тишину, душевную тишину, в расслабленность своих напряжений, которые он собирает каждый день через свои мышцы, через свои тонкие составы. Есть у нас покон богини Даны или воды, которая омывает человека, опять-таки очищает его, проводится большое количество обрядов всевозможных. Поэтому на Руси у нас и любят так баню, поэтому ее холят и лелеют, потому что там душа с телом на каменке встречается, сращается, очищается, облевляется и влюбляется. Ну и так далее. Тут можно многое говорить. Есть у нас покон земли матушки или Велеса. Существуют, например, практики земли, когда мы закапывали в землю человека, если вы видели белое солнце пустыни, это является таким отголоском видимо режиссеров знаниях о том, как это было раньше, когда закапывали Мишулина Спартака у нас, актера Абдуллу, нет, не Абдулла, кто он там у нас был, но неважно. Он был Саидом. Саидом, Саидом он был, да, он был Саидом. Так вот, у нас существуют практики закапывания человека в землю, общения с матушкой с землей. Например, раньше землю у нас при подаче клятвы на верность землю у нас ели. При договоре, например, когда хотели показать свою честность, тоже ели землю. Землю у нас казаки, например, набирали сапоги, набирали в папахи, когда уходили в походы, и поэтому всегда бились за свою землю, они всегда стояли на своей земле. Землю у нас девы и жены заворачивались в специальные конвертики, в платочки, вышитые с рунами, позднее с молитвами, с притчатами всевозможными, которые казаки хранили и любили хранить у себя в середке или в сердце. Землю мы брали с собой на чужбину, ходили к себе на погост, забирали ее от могил предков, и на чужбине мы таким образом всегда были с предками, могли попросить у них совета и помощи. Был покон стрибога или воздуха. Когда мы проходили эти поконы через обряды, мы приобретали, а нужно сказать, что каждый покон нес черты и качества те или иные характеристики стихийного содержания, общего всемирного содержания. И проходя каждый покон, человек освобождался от своей животной природы и от тех свойств и черт характера, которые, скажем, характеризовали его низменную природу и проявление его, как сейчас говорят, красивых, негативных эмоций, которые являются следствием его грехов, например, жадность, скаридность, злобность и так далее. Я не буду это все перечислять и рассказывать, лучше поговорим о хорошем. Так вот, они преображали его свойства и качества, наделяли его силами своими, давали ему пути, дорожки и открывали перед ним заветные камни знаний, как взаимодействовать и общаться с этими стихиями. И когда он все это проходил и накапливал, он приходил к целостности и перед ним стоял самый, скажем так, цельный и самый божественный покон. Это покон лады. В этом ладе он растворял себя в любви и это состояние любви становилось его естественным, главным и до конца дней основным содержанием жизни. когда он теперь уже делал все не через гордыню, не через свою самость, не через свой личный эгоизм, который нам сегодня прививается через наше общество, как нашу неповторимость, нашу необыкновенность, нашу лучшесть по отношению к другим. Сегодня это называется лидерскими качествами. Когда мы жрем друг друга, когда мы давим друг друга, ненавидим друг друга, это сегодня называется у нас лидерскими качествами, когда мы становимся, желаем быть первыми и становимся оседлать эту жизнь за счет других людей. Вот когда мы проходили эти поконы, по сути дела, через это усилие постоянное казаки и превращались в казаков характерников. И жили по этим поконам всю жизнь. Вот примерно так. Поэтому простота идет из кона и она держится на поконах. А эти поконы укрепляют эту простоту через сердце, расширяют ее через душу и усиливают ее через дух. Ну вот примерно так. Хорошо. Тебе какие-то вопросы задавать из чата или все-таки ты будешь продолжать вещать, пока тему не раскроешь? Да, я бы хотел вопросы потом. Поскольку так сказать мы плавно уже вот сейчас у меня есть ощущение что мы вошли в поток вот той спасительной божественной силы, которая является спасом. ты хотел спросить меня о том, что такое спас через буквицу, а вот теперь, когда мы обрели с тобой этот поток, я тебе ответил в меру своего понимания, что же это такое спас. На самом деле это Бабай задал вопрос, реплику эфир, чтобы проще провести. Я ему Бабаю ответ на этот поток. Бабай, получай. Хорошо. Хорошо. Ну тогда я тебе не буду прерывать, продолжай раскрывать тему и когда уже раскроешь, мы тогда будем вопросы зачитывать, которые с чата к нам поступают. Добро, добро. Итак, мы должны двигаться от сложного к простому. И этот путь совсем непрост, как кажется на первый взгляд. Но для этого у нас существовало три пути дороги. Первая дорога — это культура, вторая дорога — это магия, и третья дорога — это душа. И когда мы подходили, открывали сердце, а это сердце, это как бы у нас в мире образов, тот заветный камень, к которому подходил богатырь и выбирал для себя путь дорогу. Так вот, для того, чтобы приобрести эту цельность, мы должны каждую из этих дорог по своей стёжке дорожки в своей мере, в своих силах и постижении знаний пройти до конца жизни. И эти дороги для нас никогда не будут пройденными до конца, потому что всё на этих дорогах должно жить в первене или в новизне, всё должно обновляться как стихии, как природа, как всемирье, как жизнь, потому что жизнь как река, она течёт от одного нашего берега, там, скажем, берега правого от нашего рождения до берега левого нашего рождения, и эта река соединяет в нашей жизни всё. Эти три дороги всегда обновляются, и для того, чтобы нам прийти от сложного к простому, нам нужно войти в эту реку первены, в эту новизну, и как одна древняя греческая богиня, постоянно себя купая в божественных водах жизни обновлять. Вот когда мы начнём понимать, что ничто не стоит на месте, ничто не вечно на земле, не вечно под луной, и всё движется, и земля по своей орбите, и солнечная система, и наши органы внутри имеют свои биоритмы, и день сменяется ночью, и добро меняется злом, и тьма превращается в свет, и на самом деле всё это едино, и нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы, и всё это цельное, целокупное, и всесущее, вот только тогда человек начинает для себя видеть, какой он есть на самом деле. И только в этот момент, только в это состояние он может прийти к самому себе. Я на своих семинарах, все мои семинары, и воинские, и по самопознанию, и семинар по звуколаду, где мы говорим о значении слова для спаса, а в спасе слово было еще одной рубахой души, о которой мы начали разговор, ибо через слово мы постигаем образы всемирья, а эти образы дают нам возможность постигать в себе знаковый смысл и суть того настоящего, что существует, и уходить от того ложного и сложного, о котором мы начали вот этот разговор, тогда мы начинаем для себя отвечать на этот вопрос, кто я? Кто я сегодня? И рассматривая себя честно, заглянув в глубины своей души, увидеть, сколько в нас существует помех и неприятия того, что мы отталкиваем от себя, как страхи, как боли, как обиды, как вина, и все это нас тяготит, отягчает нашу душу, накладывает на нее камни, урочит наше тело, прерывает и оскопляет наш дух, и в результате все ведет нас к искусственному существованию в этой жизни, не к жизни, не к собиранию сил, не к раскрытию чувств и душевных побуждений и желаний, а всего лишь к существованию и обложению своего тела, которое рано или поздно рассыпется в прах, потому что мы его сегодня не отдаем роду, не, скажем так, предаем его краде, да, или к тому божественному огню, который соединяет нас мостом с небесным родом напрямую, а рассыпаемся в пух и прах. И, по сути дела, мы уже при жизни носим в себе этот потенциальный прах, который превратимся через какое-то количество лет, но эти лета мы уже сегодня сокращаем, собираем этот прах и носим в себе этот душевный, телесный и духовный прах как свои заболевания, как неприятие мира, как нежелание соглашаться с тем, что он нам несет, потому что мы же ведь как, Алексей, мы же привыкли только к доброму, да, и о себе это мы, когда находимся среди других людей, говорим только как о добрых людям, мы же умные, знающие, грамотные, сегодня современные, образованные, добрые люди, а когда нам жизнь через события, ситуации и какие-то отношения мира, тыкая нас в наше собственное дерьмо носом, показывает, что мы отнюдь не добрые люди и что мы отнюдь не сердечные и не те, каким мы заявляем себя другим, вот тогда приходится признать и нужны те силы и постоянные ежедневные усилия, которые позволят человеку честно вначале перед собой, а потом и перед другими заявить о своих недостатках, всего лишь о недостатках, о том, что в нас лишает нас достатка или того состояния, которое ведет нас к целостности. Когда мы проходим по этим стежкам, дорожкам, этот нелегкий, как нам кажется, путь, на самом деле на определенном месте пристав или увидев пристанище для отдыха, потому что всегда нужна передышка, когда мы двигаемся честно по какой-то тропе, постигая народную нашу русскую богатую культуру, глубинно уходя туда в желании понять заветы, иконы наших предков, правила поведения, которые отражали эти иконы и понять то, что было святым для наших предков, а дальше понимая, что сознание наших предков было совсем не таким, каким оно является сегодня, а было мифологичным или сказочным или былинным, какие угодно можно сегодня произнести эти названия, тогда мы начинаем постигать суть своей естественной природы и отказываться от своих недостатков, потому что они мешают нам жить, мешают нам быть самими собой, мешают нам накопив силы проявить и подарить эти силы мира, мешают нам быть естественными и двигаться к своей собственной природе, таким образом соединяться с родом, как с родом земным, так с родом небесным, и если возвращаться к разговору о казаках характерниках, то они как раз и служили тем явленным мостом, который через свои сердца воинские родовые умения соединяли нас с родом земным и с родом небесным. И вот когда приходит это понимание, ты отказываешься от многого в своей жизни, как от ненужного, неважного лишнего и избыточного. И дорога к простоте ведет на самом деле не к тому, чтобы что-то накопить дополнительно к тому, что у тебя уже есть, а отказаться от того, что мешает тебе быть самим собой, а значит прийти к пониманию всего сущего через любовь к самому себе. Потому что любовь к самому себе будет отражаться любовью к людям и любовью к этому миру. И тогда все будет для тебя любимым, родным, близким или святым, святым. Потому что любовь есть Бог, Бог есть Свет, а Свет есть, Он всемирен. Свет однажды породив эту жизнь рано или поздно развивая его до долу, до определенного предела, до границ, потом ее заберет через свои же силы. Поэтому все правит через всемирье силами, которые оформляются в коны. Эти коны нужны нам для того, чтобы максимально глубоко из сущности подойти к пониманию, как действуют и влияют эти силы на все сущие. И когда мы подходим к этому состоянию простоты, в нас, как раньше говорили, рождается мудрость или, как еще у нас в традиции вещали, пробуждается ясно, состояние ясности. Когда тебе вдруг все становится ясным, ты начинаешь проникать в суть вещей, в суть явлений, в суть содержаний. Когда ты смотришь на человека и тебе не нужно его объяснения того, что он хочет, ты уже видишь его настоящие глубинные сущностные желания, которые во многом могут расходиться с тем, что он о себе рассказывает. И это приводит тебя к преображению. Ты уже начинаешь от привычного образа человека переходить в некое другое состояние. То состояние, о котором мы и начали разговор изначально в нашей беседе. И это состояние простоты на самом деле и является тем истинным, естественным, природным состоянием человека, которое и определяет его как человека, а не как нечто другое. Ну, вот теперь, я думаю, можно закончить, потому что у нас все-таки сегодняшняя встреча носит такой, ну, скажем так, общий характер, да, такого ознакомительного плана беседы. Я уже у меня есть ощущение, что на сегодня, если это будет только сегодня, то уже достаточно. Хорошо, но давай все-таки еще немножечко я тебя поспрашиваю по поводу того, в чем же отличается духовный, воинский, обережный? То есть были ли различные направления и есть ли различные направления течения в Спасе, где вот этот человек занимается только духовным Спасом, вот этот только воинский и этот обережным? Или любой, кто входит в состояние Спаса, обучает Спасу, он обязан владеть и духовным, и воинским обережным? Наверное, я думаю, перед тем, как начать задавать вопросы, было бы важно получить ответ этот. Ну, ты уже в какой-то чести и степени ответил на этот вопрос. Человек ведь цельный, да? Когда человек цельный, то он должен владеть, он должен владеть собой, своими собственными силами, силами душевными, чувственными силами, своим собственным познанием управлять, да? И он также должен владеть силами мира. Поэтому духовный, обережный и воинский Спас, они все, как единые колы, объединяют в себе такое понятие, как Спас. это в моем понимании, это по мере моего понимания я тебе отвечаю на этот вопрос. Потому что сегодня найдутся, наверное, люди, которые, постигая то или иное содержание Спаса, будут говорить о том, что Спас это воинские казачьи практики, здесь существуют свои подходы, свои принципы, свои суждения, свои правила, своя хитрая наука воевать. Я с ними соглашусь. Другие, например, волховники, целители, кудесники, кудеяры скажут о том, что для них Спас это целительные практики, это использование народных средств, традиций, заговоров, обычаев, обрядов, подходов к природе человека. Я опять-таки с ними соглашусь. Ну и, конечно же, те люди, которые скажут, ну ведь главное в человеке это три единства, это его дух, душа и тело. Я не случайно назвал дух в начале, душу в середине, а тело в конце, потому что через дух расправляет свои крылья душа, а эта сила крылья в душе позволяет телу окрепнуть и стать текучим, содержательным, и постоянно обновлённым, как эта жизнь и как эти качества природы и мира, как всемирие. И тогда я скажу, что спас — это то коло, которое вбирает в себя всё. понятно. Значит, цельный, неразбросанный, нерванный. То есть тот, кто занимается спасом, должен находиться в состоянии нерваны. Ну что ж, ясно. Давай тогда переходим к вопросам от наших радиослушателей. Песенку я сейчас ставить не буду никакую, просто отбивочку включу, и мы сразу перейдём к вопросам, которые наши радиослушатели написали в чате Народно-Славянское радио и в чате Ютуб нашего канала. Продолжение слушайте в следующей части.